Всем привет! Данное видео будет посвящено обзору и настройке роутера ZXL Kinetic Giga 3. Его увидите сейчас перед собой, упаковку. Сейчас я его распакую, покажу комплектацию и немножко расскажу о нем. Итак, в комплектацию входит макулатура, основная информация о нем, непосредственно интернет-центр, патч-корд и блок питания. Довольно стандартный комплект, ничем уникальным не отличается. Ну и первое, что бросается в глаза, это размер. Даже в сравнении с ZXL Kinetic Giga 2 данный роутер стал немножко больше. А если сравнить его с младшими собратьями, например, ZXL Kinetic Umni 2 поколения, то вот вы увидите, насколько он больше. Ну и вот сравню блоки питания. Это на ZXL Kinetic Giga 3, а это на ZXL Kinetic Umni 2. Видите, уже ощутимый блок питания, используется на 30 Вт. Так, теперь перейдем к внешнему виду. Внешний вид, в принципе, ничем не отличается особо от предыдущих поколений. Kinetic Giga 2, то есть глянцевая поверхность и матовые такие полоски. Единственная сейчас современная тенденция всех Kinetic, которые выходят, это антенны располагаются сбоку, и они все несъемные. В данном случае антенны P5 dBi. Роутер можно повесить на стену, для этого будут предусмотрены такие крепления. Немножко характеристик, как процессор используется частотой 880 МГц, оперативная память 256 МБит DDR3. Довольно серьезное железо для роутера. У него используется два разъема USB 1.2.0, другой 3.0. В них можно подключать 3G, 4G модемы, различные USB хранилища, USB флешки, либо USB внешние жесткие диски и сетевые принтеры. То есть принтер можете подключить и сделать его сетевым. Радует, что тут два разъема, то есть предположим, вы можете его в один воткнуть, если у вас 3G, 4G, интернет, USB модем, а в другой, предположим, жесткий диск. У роутера есть возможность скачивать торренты на жесткий диск, который подключен, или на USB флешку, если вы подключите, и раздавать по сети файлы, сделать их доступным по сети. Сзади 4 WAN порта, они гигабитные, один WAN порт тоже гигабитный, будет актуально, если у вас провайдер предоставляет скорость больше 100 МБит, до 1000 МБит. Wi-Fi в данном роутере двухдиапазонный, то есть поддерживает частоту 2,4 ГГц, на ней он может выдавать скорость до 300 МБит в секунду и 5 ГГц. На этой частоте он может выдавать до 867 МБит в секунду. Это стандарт Wi-Fi AC. Следует иметь в виду, что для того, чтобы получить такие скорости, нужно, чтобы ваше устройство, с которого вы подключаетесь к роутеру, поддерживало стандарт АЦ, чтобы получить такую высокую скорость. Теперь покажу, как это все дело подключается. Все довольно просто. Блок питания подключаете в разъем для питания. Нажимаете кнопку включения. Если у вас кабельный провайдер, подключаете кабель в ан-порт, синий. А патч-кордом подключаетесь к компьютеру либо ноутбуку для настройки. То есть любой желтый порт сюда, а второй конец в компьютер либо ноутбук. Если же у вас 3G, 4G интернет, в таком случае модем подключаете в разъем. Я буду подключать в разъем 2.0, потому что данный модем с разъемом USB 2.0. Таким образом. А с сетевым кабелем подключаетесь один конец в любой желтый порт, LAN-порт, а второй в компьютер либо ноутбук. В дальнейшем, в чем плюс? То, что тут два USB разъема, вы можете подключить либо принтер, либо USB флешку, либо жесткий диск. В данном случае можно подключить такой внешний USB жесткий диск. Он 3.0. Скорость подключения при этом будет до 40 Мбайт в секунду. Вот так это все выглядит, если вы будете использовать 3G, либо 4G интернет. Кстати, о 3G, 4G интернете. Если у вас низкая скорость 3G, 4G интернета, то рекомендую использовать внешние антенны. Более подробно можете найти на сайте netwell.ru. Там есть статьи, видео. Можете посмотреть, насколько внешние антенны влияют на скорость и качество интернета. Далее я предлагаю перейти к настройке Zyxel Kinetic Giga 3. Итак, сейчас я подключил компьютер к роутеру с помощью сетевого кабеля. И в роутер же подключил сетевой кабель провайдера. Теперь можно приступить к настройке. Но прежде проверьте, чтобы на вашем компьютере, либо ноутбуке было установлено автоматическое получение сетевых настроек. Как это сделать? Более подробно написано на сайте pkhelp.com. Если же у вас выставлено автоматическое получение сетевых настроек, тогда откройте любой браузер. У вас должен открыться веб-интерфейс роутера. Если этого не произошло, откройте любой браузер и введите в адресной строке 192.168.1.1. Это IP-адрес веб-интерфейса роутера. У вас, если роутер настраивается в первый раз, либо вы сбрасывали настройки до заводских, то у вас откроется вот такое окно, предлагающее вам выйти сразу в веб-конфигуратор или выполнить быструю настройку. Предлагаю начать с быстрой настройки. Нажимаете кнопку «Быстрая настройка». Сообщается о том, что в OnePort подключен кабель провайдера. Замечательно, идем дальше. Выбираете страну «Россия», выбираете регион, либо город. Дальше среди списка провайдеров выбираете «Ваш» и вводите имя пользователя и пароль. Их вы можете взять из договора с провайдером. В моем случае мой роутер подключен к другому роутеру, используется динамический IP, поэтому я выбираю моего провайдера нет в этом списке. Провайдер не регистрирует MAC-адрес, IP-адрес автоматический, без авторизации. Идет проверка подключения к интернету. Вы видели поиск обновлений. В моем случае роутер уже обновлен, на нем установлена последняя версия прошивки. В вашем случае, скорее всего, вы увидите окно с кнопкой «Обновить», то есть роутер получил доступ в интернет, проверил версию программного обеспечения, увидел, что на сайте есть более свежая версия и предлагает вам ее обновить. Нажмите кнопку «Обновить» и вы тем самым обновите версию прошивки. Следующий пункт после обновления прошивки будет включение Яндекс.ДНС. На свое усмотрение хотите включать или нет, я включать не буду. Нажимаю «Далее». После этого вы увидите общие настройки интернета. Теперь уже можно выйти в веб-конфигуратор. Это был один из способов, как настроить интернет. Второй способ – это вручную, то есть вы заходите на веб-интерфейс, выбираете вкладку «Интернет», выбираете протокол, который использует ваш провайдер. Наиболее часто он использует PPPOE, L2TP или PPPTP. Для этого вы выберите вкладку «PPPoE.vpn» и нажмите «Добавить соединение». Здесь вам необходимо выбрать протокол, который использует провайдер. PPPOE, PPPTP, L2TP. Затем указать имя и пароль. Возьмем для Ростелекома. У Ростелекома используется протокол PPPOE. Имя пользователя и пароль вы можете найти в договоре с провайдером. И после этого нажимаете кнопку «Применить». Если у вас Beeline, у Beeline используется L2TP, выбираете L2TP, выбираете имя пользователя и пароль, который указан в договоре, и адрес сервера tp.internet.beeline.ru. И нажимаете кнопку «Применить». Таким способом вручную можно настроить интернет. Как настраивать 3G или 4G интернет? Сейчас я продемонстрирую. Сейчас я в роутер подключил 4G универсальный модем, приобретенный в интернет-магазине netwell.ru. И на нем покажу, как настроить интернет. На самом деле громко сказано «Настройте интернет», поскольку, по сути, ничего делать не нужно. Итак, вы сейчас видите, что роутер увидел универсальный 4G модем, но не подключает к нему, потому что приоритет выше у проводного интернета. Сейчас я отключу кабель провайдера. И сейчас у меня должен подключиться, уже подключился мой универсальный 4G модем. Итак, как вы видели, никаких настройок я не выполнял, просто подключил модем, все заработало. Есть вкладка USB, можете на нее нажать. Здесь вы увидите, увидел ли ваш роутер ваш модем. В данном случае роутер видит модем. Вот он, Huawei Mobile. Еще информация о 3G, 4G модеме есть. Если вы выберете меню «Интернет», выберите вкладку 3G, 4G. И вот соединение через мобильную сеть. В моем случае выглядит вот так. Не могу сказать, как будет выглядеть настройка на других модемах. Думаю, не сложнее, чем на этом. Но на этом универсальном модеме, по сути, ничего настраивать не нужно. Просто воткнуть его в USB-порт и все заработает. Следующий шаг, который я хочу перейти, это обновление прошивки. Обновление прошивки возможно при быстрой настройке, а также возможно обновить вручную. Как это сделать? Обновить вручную можно тоже двумя способами. Первый способ состоит в том, что вы, находясь на веб-интерфейсе, нажимаете кнопку «Обновить», но при этом ваш роутер должен выходить в интернет. Как это сделать? Выбираете меню «Система», вкладку «Обновление», «Показать компоненты». Здесь вы можете выбрать компоненты, те, которые нужно обновить. Можно оставить все по умолчанию, основные уже выбраны. И нажимаете кнопку «Обновить». В данном случае она неактивна, потому что роутер уже обновлен. Второй способ, как обновить прошивку, это вручную. Для этого способа необязательно подключение роутера к интернету, но вы с другого компьютера либо ноутбука должны скачать файл прошивки. Как это сделать? Необходимо зайти на официальный сайт Zixel, оттуда скачать прошивку, а затем подкинуть ее роутеру. Заходим на официальный сайт Zixel. Выбираете вкладку «Поддержка». Здесь вы смотрите на версию прошивки. Самая последняя тут выложена. Версия 2.0.6.a.4. В моем случае установлена версия 2.0.6.a.6. То есть сейчас у меня стоит более новая версия прошивки, нежели та, которая выложена на официальном сайте. С чем это связано? С тем, что я обновлял с помощью вот этого способа системы обновления и кнопку «Обновить». А он предусматривает, по всей видимости, более свежие прошивки, потому что на сайт, по всей видимости, они выкладывают более запоздалые версии прошивки. Если в вашем случае тут стоит более свежая версия, скачайте ее. После того, как скачался архив, его необходимо разархивировать. Теперь необходимо на веб-интерфейсе зайти в меню «Система», выбрать вкладку «Файлы», «Фирмвэя». Нажмите «Выберите файл» и укажите путь к файлу с прошивкой. Затем нажмите кнопку «Заменить» и согласитесь на то, что файл будет заменен. В моем случае я не буду этого делать, потому что у меня уже стоит последняя прошивка. После этого файл будет загружен в роутер, роутер будет перезагружен, и в течение нескольких минут вы обновите прошивку. Вот такими способами можно обновить прошивку. Теперь идем дальше. Настройка Wi-Fi сети. На самом деле Wi-Fi сеть уже настроена в роутере. Ее имя и пароль можете увидеть на наклейке на роутере. Но если они вас не устраивают, имя или пароль, то это все можно поменять. Для этого нажмите меню «Сеть Wi-Fi», выберите вкладку «Точка доступа 2.4 ГГц». В имени сети задайте то имя, которое хотели бы увидеть. В данном случае пусть будет Wi-Fi. Ключ сети, укажите пароль, минимум 8 символов. Желательно использовать сложный пароль для того, чтобы защититься от соседей. Сложный я подразумеваю с использованием цифр, букв и спецзнаков. Буквы могут быть заглавные, либо маленькие. Все остальные настройки рекомендую не трогать. Единственное, вы можете изменить канал, но менять его нужно сознательно. Прежде чем менять, я рекомендую прочитать статью на сайте pkhell.com, как выбрать более свободный канал. После того, как вы выберете, затем уже его здесь указать. В данном случае я оставлю «Авто» и нажимаю кнопку «Применить». Поскольку роутер двухдиапазонный, то также нужно настроить Wi-Fi для 5 ГГц. Для этого выберите вкладку «Точка доступа 5 ГГц». Здесь необходимо указать имя сети. Зачастую в имени сети указывают такое же имя, как указывали для частоты 2,4 ГГц. Для того, чтобы с устройств, которые видят роутеры 2,4 и 5 ГГц, можно было отличить одну сеть от другой. Ключ сети можете выбрать другой, но зачастую делают такой же, какой использовался для сети 2,4 ГГц. Все, теперь можно нажать кнопку «Применить». Таким способом вы настроили сеть Wi-Fi. Следующее, на чем бы я хотел остановиться, это использование торрент-клиента, скачивание торрента и раздача его по сети. Итак, сейчас я подключил флешку в роутер. Для того, чтобы убедиться, что роутер действительно ее увидел, выберите в системном мониторе вкладку «USB». И вот вы видите флешка, второй USB-порт, файловая система NTFS и размер ее. Для того, чтобы использовать торрент-клиент, выберите меню «Приложения», «Клиент BitTorrent». Выберите, поставьте галочку «Включить». Затем необходимо указать каталог для хранения файлов. Я укажу корень флешки, нажимаю «Открыть» и нажимаю кнопку «Применить». Все, торрент-клиент включен. Теперь я выбираю управление закачками. У меня открывается окно, в котором необходимо ввести логин и пароль от веб-интерфейса. Вот отсюда вы можете управлять закачками торрент-клиента. Если у вас вдруг не открылось это окно, то можете вручную ввести в новом окне браузера 192.168.1.1.2.8090. И у вас откроется то же самое. Для того, чтобы добавить торрент, нажимаете кнопку «Открыть торрент». Вот она, папка с стрелкой вверх. Выбираете подготовленный, скачанный файл торрента. И после этого нажимаете кнопку «Открыть торрент». Несколько секунд, и у вас появится индикация того, как скачивается файл. Вот. Пока он скачивается, хочу показать вам, как зайти на USB флешку, подключенную к Wi-Fi роутер. Для этого нажмите клавишу «Windows R», видите, две косые черты, 192.168.1.1. Нажмите «Ок» и у вас откроется содержимое флешки, подключенной к роутеру. Для удобства вы можете подключить USB флешку или жесткий диск, подключенный к роутеру, в качестве сетевого диска на компьютерах с операционной системой Windows. Как это сделать, пошагово описано в статье pkhelp.com. Если вы хотите просматривать скаченные файлы на телевизоре, и он у вас поддерживает DLNA, то можете выбрать вкладку «Сервер DLNA», нажать кнопку «Включить», выбрать многоточие в строке «Каталог медиафайлов», укажите тот каталог, который будет доступен для телевизора, в данном случае я укажу «Корневой», и нажмите кнопку «Применить». Все, после этого вы с телевизором можете зайти в настройки DLNA, увидеть там подключенную в роутер флешку и просматривать фильмы. Таким образом, вы без участия компьютера можете скачивать торрент-файлы и без компьютера же просматривать их на телевизоре. Вот, в принципе, и, наверное, все, о чем бы я хотел рассказать в данном видео о роутере, зиксель, кинете, гига-3. Очень надеюсь, видео было для вас полезным. Всем спасибо. До свидания.